Здравствуйте, друзья! Предлагаю вашему вниманию небольшую зарисовочку. Онлайн-заим. Звонят человеку. Мы представляемся родственникам, чтобы вынудить звонящую сторону на разговор и пополнить наш контент. Итак, слушаем. Внимательно смешная Йо Капуста. Онлайн-заим. Поехали! Алло! Алло, здравствуйте! Да! Интернет-заим Йо Капуста без самого Анастасия Единова. Ирина Романовна вам знакома? Конечно! Информацию, пожалуйста, передайте, чтобы она в срочном порядке связалась с Йо Капустой. Интернет-заима. А что случилось? А вы кем приходите сей? Брат родной, старший. Братом? Да. У нас с ней есть нерешенный вопрос. Она является клиентом компании Йо Капуста. И необходимо срочно связаться с нами. Дело в том, что я как раз она мне позвонила. Я прилетел издалека решать ее вопрос финансовый, я так подозреваю, да? К сожалению, эта информация закрыта конфиденциально. Ну, Йо Капуста смешное название. Такое микрофинансовое, скорее всего. Йо Капуста. Да, какая разница, да? Какая разница? Ну, все равно смешно, поверьте, Йо Капуста же, да? Почему так назвали? Я просто слышал вот эти абсурдные претензии. У нее, кстати, ни одного документа нет. Я изучил тщательно. Ни одного документа нет от этой вашей Йо Капусты. На что вы претендуете? У нас не заключен договор оферты. У кого у вас? С кем? С Ириной Романовной. А у нее нету. Ничего нет. Понимаете, на основании закона о банках и банковской деятельности финансовые отношения в формате дал-взял должны фиксироваться долговой распиской. С росписями двух сторон. Стороны взаимодавца, ответственного сотрудника и, соответственно... Вы что-то перенадите? Так нет, я просто хочу, чтобы вы не тратили на нее время. Пока у меня не будет на руках документа, где она расписалась, что она что-то должна этой вашей смешной Йо Капусте, то можете не тратить время. Сразу идите в суд. Вы не слышите? А я хочу слушать-то вас. Кто вы такая? Вы слышите, что вы прославите. Вежливые женские голосы все, робкие. В надежде на то, что может быть... Ну, что и требовалось доказать. Связь прервалась. Вернее, она, скорее всего, ее прервала. А о чем она может говорить? Договоры, эфирты. Что, где, кому, когда. Зачем он вообще нужен в этом случае договора эфирты? Она что, башмаки сдала в ремонт или что? Ну, ладно, об этом я долго рассказывать не буду. Я просто хочу заострить внимание тех, кто недавно на нашем канале. И, может быть, вы даже, друзья, и должны в какой-нибудь онлайн-займ. Я понимаю, что все, что они рассказывают, очень страшно. Хотя они это рассказывают в последнее время добрыми голосами в большинстве своем. Но перестаньте вот эту ерунду у себя в голове генерировать. Я понимаю, что если бы они у вас там просили деньги, сколько взял, столько и отдать с небольшим интересом коммерческим. Но 800-900% годовых. Это куда? Это зачем? Это почему вы платите эти деньги? Я среди своих клиентов очень много видел людей, которые, взяв 5000, уже отдали 30, 40, 50. И до сих пор должны чуть ли не 140. И платят. Платят, 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 платят. Точнее, ну, конечно, это не относится к нашим клиентам. Наши клиенты вообще, как только заключают с нами договор, по нашим непреклонным условиям, должны прекратить все финансовые отношения вообще со всеми своими кредиторами, банками, микрофинансовыми организациями, онлайн, оффлайн. Это значение не имеет. Это наши условия. Только в этом случае мы будем защищать наших клиентов. Подробно вы можете узнать на нашем сайте, посмотрев видео, как устроена работа кредитных юристов нашей компании. На сайте это видео выложено. Ссылочка на сайт, пожалуйста, к вашему вниманию в описании любого ролика на нашем канале. Ну и это мы, конечно же, в том числе. Также сейчас вот в правом верхнем углу обратите внимание, видеоролика нашего, видеоокна. Вылезет ссылочка. Кликабельная подсказка. Вот она. На нее нажмете и попадете на наш сайт. Сайт простой, но там, еще раз повторю, выложено видео. И оно обязательно к просмотру для тех, кто хочет встать под защиту специалистов нашей компании. Обязательно посмотрите это видео, чтобы вы понимали, что мы для вас сделаем, сколько это будет стоить, сколько времени займет это все. Ну и, конечно же, вы должны действительно понимать, за что будете платить, если вы решите это сделать. Потому что просто смотреть наш канал и думать, что все так просто сойдет с рук, ну, не совсем правильно, скажу так грубо. Ну и, конечно же, ставьте лайк, если ролик понравился, подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. И репост в соцсетях приветствуется. Еще раз обратите внимание, справа сейчас выходит кликабельная ссылочка на наш сайт. Посмотрите видео на нашем сайте, вот эта ссылка, вот она. Ну и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка на группу в описании этого, либо любого другого ролика. Все ролики с нашего YouTube канала Дублинуса ВКонтакте, пожалуйста, смотрите там, если удобно. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯМ. Всего вам хорошего, до свидания.